Всем привет, это EFFECT PRISM и сегодня я вам расскажу о том, какие проблемы с мультикамерным монтажом могут возникать в DaVinci. Если вы еще не знакомы вообще с мультикамерным монтажом, тогда рекомендую сначала посмотреть вот это видео. И сейчас я хочу рассказать о том, что делать, если автоматические алгоритмы DaVinci не справились со своей задачей и как можно доработать мультикам вручную. Ну что же, давайте начнем! Итак, друзья, смотрите, какие у нас входные данные. Концерт, который я монтировал, снимался с четырех ракурсов. Причем две камеры снимали от начала до конца, а другие две камеры снимали не все. И плюс они делили свои ролики по полчаса и периодически вообще выключались, потому что некоторая часть этого концерта была не очень важна для съемки на все четыре ракурса. Итак, смотрите, вот у нас одна камера, и здесь одним файлом все полтора часа съемок. Вторая камера точно так же, одним файлом полуторачасовая съемка. Дальше четыре файлика вот таких, где съемка велась частично, и причем приблизительно, насколько я помню, вот эти файлы где-то вот в начале, а вот эти два под конец. И примерно та же самая ситуация с четырьмя файликами с другой камерой. Тоже где-то вот так. Вот эти кусочки тут, а вот эти примерно тут. Ну, звук, соответственно, тоже. Ну вот так, условно. Условно так должен выглядеть мультикам внутри при его автоматическом создании. Но смотрите, что будет, если попробовать из всего этого создать мультикамерный клип. Давайте выделим все, кроме таймлайна. Нажмем правой кнопкой по-любому из выделенных клипов и Create New Multicam Using Selected Clips. Здесь мы его давайте как-то назовем, просто мультикам для упрощения. Стартаем код, в данном случае никакой роли не играет. Фреймрейт должен, ну, желательно совпадать с фреймрейтом таймлайна. У меня также 30 кадров. Синхронизация. В моем случае по звуку, потому что никаких тайм-кодов я не писал. Включение-выключение, опять же, у камеры происходило в разное время, потому что я был один и, соответственно, включал там с интервалом, пускай несколько секунд, но тем не менее. Поэтому синхронизируем по звуку. Engle Name, как я уже рассказывал в прошлом видео о мультикаме, это просто именование для вашего удобства. Sequential значит, что будет просто Engle 1, 2, 3, 4 и так далее. В моем случае должно быть 4. Дальше я поставлю параметр Split Multicam Clips at Gaps, потому что у меня есть ракурсы, точнее, были камеры, которые выключались на некоторое время. и Detect Clip from Same Camera. Этот параметр тоже есть смысл поставить, потому что у нас есть несколько файлов с одних и тех же камер. Но для того, чтобы поставить этот параметр, нам нужно для начала добавить в метадату эти данные. Например, вот у нас первая камера. Открываем Inspector, File, и давайте здесь поставим. Камера 1, здесь пусть будет камера 2. Дальше вот это у нас камера 3. Тут, если вы выделили несколько клипов, то метаданные добавятся ко всем. Давайте, если проверим, видите, камера 3, камера 3 и так далее. И здесь мы поставим камера 4. Все. Теперь давайте заново все выделим, кроме таймлайна. Так. Синхронизация по звуку, Sequential разделить, Delete и по камера. Номер камеры, то есть вот здесь то, что мы в метадате проставляли, просто номерами. Хотя можно и буквами, там разницы нет. И я оставлю параметр Move Source Clips to Original Clips Bin, для того, чтобы вы как раз и увидели первый триггер той проблемы, с которой я столкнулся. Нажимаем Create. DaVinci некоторое время проанализирует звуковую дорожку, для того, чтобы как раз и синхронизировать клипы. Но кое-что должно пойти не так в данном случае. Итак, смотрите. У нас создался мультикам, у нас создалась папка Original Clips, и четыре видео не вошли в Original Clips папку. О чем это говорит? То, что DaVinci почему-то не подхватил вот эти клипы. Если посмотреть сюда, то мы видим один ракурс, второй ракурс, то есть это файлики, где у нас полное видео, и два видео с одной камеры, и два видео с другой. А вот эти не подхватились. Как я не бился в автоматическом режиме, у меня не получилось это сделать. Итак, теперь я вам расскажу два способа, очень похожих, как решить эту проблему. Закроем инспектор для удобства. Включим тут на всякий случай два вьювера. Перетаскиваем полный мультикам на таймлайн. И теперь задача состоит в том, чтобы добавить недостающее видео в мультикам. Если в левом вьювере включить отображение мультикам, то видите, в некоторые моменты у нас два только, а в некоторые моменты даже все четыре ракурса. Итак, что нам первым делом нужно сделать? Нажимаем правой кнопкой по нашему мультикаму и выбираем пункт Open in Timeline. Таким образом мы откроем мультикам на таймлайне, то есть раскроем этот контейнер и сможем посмотреть, что же находится у него внутри. Итак, что мы видим? Вот наши две полные видеодорожки. Вот здесь с одной камеры он подхватил и выставил в правильное место этот клип, когда камера была включена. Дальше. Вот здесь он подхватил, то есть эта дорожка для одной конкретной камеры, а здесь для другой. Итак, как же нам расставить недостающие клипы? Я специально их переименовал так, чтобы можно было понять, с какой камеры писалось. Вот, допустим, мне нужен вот этот клип поставить в необходимое место. Во-первых, я ставлю его на ту дорожку, где находятся клипы с этой же камеры. И теперь я беру... Давайте включим линк для того, чтобы у меня выделялось одновременно и видео, и звук от этого видео. Куда вы его поставите в пределах дорожки? Вообще роли не играет. Можете хоть сюда. Это не важно. Теперь нужно выделить любой видеофрагмент, который писался от начала до конца. У меня их два, поэтому я выберу вот этот, который на верхней. Вообще не важно. Можно и вот этот выбрать. Роли никакой не играет. Я выделяю его и через Ctrl тот клип, который мне нужно спозиционировать там, где это необходимо. И, как я уже объяснял в одном из своих видео, мне нужно выбрать Auto Align Clips, Base on Waveform. То есть, опять же, по звуку, потому что тайм-коды в моем случае не писались. DaVinci опять проанализирует, так же, как и при создании, в общем-то, этого мультикама. И сейчас он должен его поставить именно в тот момент, где совпадает звук. Видите? Все. У нас клип стал вот сюда. То есть, этот кусочек 100% соответствует именно вот этому таймингу. То есть, в данном случае, DaVinci не может поставить его куда-то рандомно или вообще не туда. Потому что, если он не найдет совпадений в звуке, он вам просто скажет, что синхронизировать не удалось. Давайте проверим, например, вот с этим клипом еще. Для того, чтобы убедиться, что DaVinci не просто ставит их куда-то в начало. Оп, смотрите. Он его поставил сюда. Потому что здесь он нашел соответствие между вот этой звуковой дорожкой и, соответственно, вот этой. Или вот этой. Не суть важна. Они, в общем-то, идентичные. И то же самое можно сделать с вот этими двумя клипами. Единственное что, не делайте вот таким образом. То есть, если вы выделите вот эти два и еще вот этот, который полный, и попробуете найти Afterline Clips, вы не найдете. Такие действия нужно делать по одному. То есть, один вот этот, один вот этот. И тогда у вас будет Afterline Clips. А, вот, ошибся немножко. Вот эти клипы уже с другой камерой. Поэтому лучше их поставить вот на эту дорожку. Потому что тогда они могут заместить какие-то из этих. Потому что две камеры, вот эти, они включались примерно в один и тот же момент. И если я их поставлю, ну, не на ту дорожку, они просто могут друг друга заменить и получится вообще лажа. И все. Готово. Этот кусочек стал сюда. Теперь у нас Multicam использует абсолютно все видеофрагменты, которые были сняты. Теперь, для того, чтобы выйти на основной таймлайн, нужно просто щелкнуть два раза вот здесь. И мы выходим на таймлайн. Здесь опять не забудьте поставить Multicam. И видите, теперь у нас есть четыре ракурса. Вот где-то в начале, в середине, как помните, был пропуск. И вот здесь у нас опять все четыре ракурса. Теперь давайте я вам расскажу о способе номер два. Это мы отсюда удалим. Давайте вот эти клипы переместим в Original Clips для удобства, чтобы у нас все было в одном месте. Вот. У меня есть весь набор моих видеофайлов. Как можно создать Multicam вообще вручную, если, допустим, вы выделили все, нажали «Создать Multicam», используя выделенные клипы, и у вас, например, ну что-то не сработало, DaVinci вообще не смог никак их синхронизировать по звуку там или по тайм-коду. Ну, по тайм-коду он не сможет не синхронизировать, если он у вас был. Но, например, у меня его не было, и, допустим, звук был настолько плохой, что вот все вместе DaVinci обработать не смог. Тогда какие есть варианты? Вы берете один полный, ну, в моем случае, второй полный. Они 100% должны попарно синхронизироваться, потому что оба, обе камеры вот эти писали от начала до конца. Выделяем, а в Tailline Clips, Based on Waveform. Сейчас DaVinci проанализирует и синхронизирует их. Внимание, здесь мы работаем просто на обычном таймлайне. У нас пока вообще нету никакого мультикама. Сейчас мы будем именно вручную его создавать. Дальше. Мы берем все клипы с другой камеры и также по одному их синхронизируем. Теперь то же самое делаем с другой камерой. Закидываем все клипы сюда. Вот, смотрите, теперь мы получили примерно, даже не примерно, а точно такую же структуру, как и при создании мультикама в автоматическом режиме, но это уже было внутри мультикама, а это у нас обычный таймлайн. И теперь, чтобы сделать вот из этой конструкции, которую мы практически вручную создали, сделать мультикам, необходимо выделить все на таймлайне, нажать правой кнопкой мыши и выбрать New Compound Clip. Как-то его назвать. Вот у нас создался Compound Clip. Если сейчас его попробовать здесь включить мультикам, ничего не выйдет, потому что на данный момент это не мультикам, это просто Compound Clip. И теперь для того, чтобы из него сделать мультикам, нам нужно лишь нажать правой кнопкой Convert Compound to Multicam Clip. И теперь он сконвертировался. Смотрите, выбираем здесь мультикам и видим все наши четыре угла. И теперь с ним можно работать точно так же, как и с обычным мультикам клипом. В общем-то, им теперь он и является. Ну что же, на этом все, друзья. Спасибо большое за просмотр. Всем пока!